Интернет-магазин Аптека24.me Ссылка в описании Добрейшего здоровья всем ребят! Давайте мы сегодня узнаем, можно ли использовать повторно тест-полоску для измерения сахара крови. Недавно мне попалось на глаза некое видео на ютубе, где человек показывает, как можно сэкономить на тест-полоску для измерения сахара крови. Для этого нужно после измерения сахара крови ее всего лишь промыть под струей воды из-под крана. Ну я сразу же загорелся провести такой эксперимент и тем более показать вам. Ну что ж, давайте сейчас мы перейдем на кухню и проведем этот эксперимент. Пойдемте! Ну и так, вот мы на кухне. Использовать я для эксперимента буду два глюкометра. Это глюкометр Акучек Актив и второй глюкометр, мой любимый, которым я пользуюсь, это Сателлит Экспресс. Почему два, сейчас объясню. На видео человек говорил, что есть два вида полосок. Одна полоска, на которую кровь наносится с торца полоски, ну то есть сбоку, которая засасывает как бы. А второй вид полосок это где капли наносятся сверху. Вот непосредственно прям надо саму каплю наносить сверху, там ничего не засасывает. Ну может быть уже в полоске там что-то происходит. Но, короче, вот такие два вида полосок есть. Я поэтому взял два глюкометра, потому что на Акучек Актив капля наносится сверху, а на Сателлит Экспресс нужно каплю, точнее полоску подносить капли с торца. Вот, ну что, давайте сейчас проверим. Глюкометры я буду класть, ну, не знаю, давайте вот сюда вот буду класть, да. Не буду делать никакого монтажа, чтобы было, так сказать, одним кадром. Потому что еще чего я хотел сказать по поводу того видео, когда человек промыл полоску под труей воды, и потом он опять ее вставлял в глюкометр, там чуть-чуть, ну, как бы не снимали, в общем-то, этот момент. И в тот момент легко было подменить полоску, взять просто другую со стола, и уже использовать новую полоску, а не ту, которую промыли под труей воды. Вот, поэтому я буду снимать одним кадром, не буду ничего монтировать. Так что, как сейчас скажу, поехали. Так все начнется сниматься одним кадром. Вот, использовать буду две полоски. Это полоски для кучек актив, и взял одну полосочку для Сателит Экспресс. Нам две полоски вполне будет достаточно, потому что взять кровь один раз, промыть полоску, взять второй раз кровь, и все. Ну, конечно, пальцы, опять же, мои будут страдать. Это уже так заведено. Я думаю, вам, наверное, это нравится. Вот, и что еще хочу сказать, первый раз беру кровь на кухне, так что, если кто-то брал кровь на кухне, ставьте обязательно лайк. И также еще сразу же я хочу провести второй эксперимент. Если получится так, что полоски реально так можно экономить, промыть под труей воды, и потом использовать еще раз, ну, конечно, там, наверное, будет небольшая погрешность, ну, небольшая погрешность, она по-любому будет, даже если взять новую полоску, все равно показания будут отличаться. Вот, но я чего хочу еще проверить. Допустим, если я говорю, как она, ну, будет работать, все хорошо, так сказать, миф будет этот, не, наоборот, доказан, не разрушен, доказан. Тогда я хочу где-то, чтобы промыть эту полоску, чтобы она полежала, ну, скажем, около часа, может быть, там, 2-3 часа. Это я хочу сделать, ну, и опять же, потом взять и померить кровь. Это я хочу сделать почему? Потому что, ну, я думаю, вы же не берете одной полоской сразу там, точнее, подряд, раз 5-6 сахар крови, правильно? Прямо один за одним. Вы же сразу берете, ну, минимум через 2 часа, час-два, где-то так. Вот, я хочу посмотреть, ну, что будет с этой полоской. Может быть, она вообще высохнет, или испортится, или она вообще ничего не будет показывать, или ошибку покажет, или какие-то другие результаты. Вот так вот, вот. Ну что, давайте начинать. Ну все, я помыл руки, давайте начнем. Первый глюкометр я буду использовать с Adelit Express. Потому что он самый кровожадный, на него требуется большая капля крови, а думаю, если он будет старым, у меня уже просто нервов не хватит, столько из себя крови выдавливать. Так, давайте начнем. Кладу вот его сюда, беру полоску. Да, кстати, поехали, забыл сказать. Все, с этого момента все будет без монтажа. Так что, если я буду там, не знаю, говорить какой-то бред, повторяться, тут лучше извините, потому что никакого монтажа не будет. Так, вставляем полосочку. Так, сейчас покажет, вот показал кот, сейчас пикнет. Все, пикнул. Значит, он требует кровь. Ну что, прокалываю палец. Проколол. И наносим каплю. Так, ждем. Пока. Водку. Возьму. Так, 6,2. Вот, видите. Кладу глюкометр, ну, вытаскиваю, точнее, полоску. Глюкометр кладу и промываю ее под струей воды, как показано в видео, под сильной. Все промыл. Пропитываю салфеткой бумажной. Все так же, как показано в видео. Так, пропитал. Что-то она как-то позеленела, мне кажется. Она уже испорчена. Мне, кажется, она больше ничего не покажет. Но все равно давайте попробуем. Вставляем. Все, кот опять он показал. Пикнул, это значит, требует крови. Ну что, давайте еще раз проткнем мой палец. Что-то вообще не проткнулось. Вот сейчас проткнулось. Пошла кровь. И давайте нанесем. Ждем. Нет. Выдуло на ошибку. Видите? Ну, никак не получается с такими вот ошибками. Едва. Я, правда, не знаю, что эта ошибка обозначает. У кого, кстати, есть такой глюкометр. Кочек актив. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментариях, что означает эта ошибка. Я просто могу посмотреть, но у меня далеко лежит коробка с инструкцией. Ну, неохота. Потому что я этим глюкометром не пользуюсь. Как бы мне это, в общем-то, не нужно. Вот. Но все равно вот эта ошибка показывает то, что полоска по-любому не работает, если ее промыть под струей воды. Давайте проверим другой глюкометр. Столит экспресс. Также вот я его беру. Распечатываю по ложку. Вставляю. Все, показал код 327. Можно уже замерять, брать кровь. Прокалываю палец. И берем вот здесь, с торца. Так, вкладку. 4,8. Ну, почему такая большая разница? Там 6,2, здесь 4,8. Это я в старых видео уже говорил, потому что Столит экспресс – это отечественный глюкометр. Ну, я имею в виду российский, да? Вот. И он показывает результаты, приближенные к лабораторным. Короче, правильнее. Вот. Ладно. Сейчас мы не это рассматриваем. Давайте промоем полоску под струей воды, как показано на первом видео. Так, возьмем салфетку, промокнем ее. Все. Выключим, включим. Вставляем все. Так, стоп. Опять. Точнее, даже сразу же показала ошибку. Еще раз вставляем. Видите? Никак. Вот опять вытаскиваю. Видите, сразу выдает ошибку, даже еще кровь не нанес. Так что, что можно сказать? Нельзя экономить так полоски, к сожалению, промыв под струей воды использованную полоску. Хотя еще есть много других глюкометров, ну, других марок, я имею в виду. Может быть, на них и получится. Но все-таки мое мнение такое, что навряд ли можно так экономить полоски, промыв их просто под струей воды. Потому что глюкометры и полоски делают, ну, не дураки же, правильно? Если можно было бы вот так вот промывать просто под струей воды на кухне в раковине и потом, опять же, использовать полоску, ну, нельзя просто так просто вот это вот все сделать. Мое решение такое, что все-таки, точнее, мое мнение такое, то, что нельзя использовать полоски повторно, просто промыв под струей воды. Вот и все. И даже второй эксперимент уже не понадобился, чтобы полоска полежала и там через 2-3 часа попробовать ее. Если кто-то сейчас скажет, что, а ты попробуй, через 2 часа, может быть, они заработают. Но я думаю, навряд ли они заработают. Если бы они заработали, после того, как их промыли водой, 2-3 часа полежали, тогда я вам сразу задам такой вопрос, а что же вы старые полоски там выбрасываете, что же вы их не используете-то, а? Использовали бы, если бы они заработали. Нет, конечно, они уже не заработают, так что полоски для измерения сахара крови, они все одноразовые. Ну, есть, конечно, там контр-плюс. Вот на кучах актив вроде можно тоже 2 раза использовать полоску, но это я точно не знаю. Но это 2 раза, это максимум. И то нужно использовать сразу же, и тем более не промывать ее ни под какой струей воды. Ну, если вы пробовали какие-либо другие глюкометры, промывали полоску под струей воды, и результат был достигнут, кровь вы еще раз измерили, может быть, с какой-то небольшой погрешностью, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой был глюкометр, и как вы вообще измеряли, как промывали, сколько ждали и так далее. Ну, а так, миф разрушен. Это канал Сахарный диабет, вся правда. С вами был я, Александр, на своей кухне. Всем удачи, здоровья вам и вашим близким. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok